Его стиль это специфический звук со смесью чувствительности и солнечного резонанса. Так характеризуют музыкальные критики игру бельгийского гитариста Франциса Гои. За несколько десятилетий успешной музыкальной карьеры он прошел путь от участника школьной рок-группы до гитариста-виртуоза. Его композиции преодолели все языковые барьеры и принесли Гои мировую славу. В нашей стране его любят, в том числе за его пристрастие к русским мотивам. На концерте в Театре Уминой Серпуховке музыкант исполнил свои хиты в сопровождении струнного квартета. За несколько минут до начала концерта Францис Гои репетирует. Вся композицию он помнит наизусть, программа отработана до мелочей, играет для поднятия настроения. И даже во время интервью то и дело переходит с английского языка на музыкальный. Песни из разных стран трогают меня, как русские песни, как... Эти песни словно созданы для гитары. Очень романтичные, приятные мелодии. Великолепно для гитары. Гои родился в Бельгии, живет в Марокко. С концертами ездит по всему свету. В его репертуаре бразильские, польские, испанские мелодии. Но к русской музыке у гитариста особое отношение. Мои родители еще дома, его рождение попали в Польшу, а затем и в Россию, где мой отец, пианист, выучил много русских песен. Когда я был маленьким, он очень часто играл на них. В 81-м Гои записал пластинку «Московские ночи» вместе с оркестром Большого театра под аккомпанемент русских народных инструментов и мужского хора. В этом альбоме кавер-версии народных песен «Калинка», «Очи черные», «Подмосковные вечера». Они до сих пор звучат на его концертах, так же, как и его первый хит, принесший ему мировую славу, ностальжи. Неисправимый романтик, так сам себя называет Франсис Гоя. Новая программа гитариста о любви и о женщинах. А компонировать он пригласил женский струнный квартет. Елена Шарова, Вячеслав Полунин, Новости культуры.